всем привет сегодня 2 июня 2015 год и сейчас я еду на велосипеде кататься велопрогулка у меня сейчас сейчас я выезжаю со своей территории там где находится мой апартмент сейчас я выезжаю на дорогу буду ехать в парк так машина никого нету я выезжаю на велосипедную дорожку и еду вот это крайняя справа тропиночка это дорожка для велосипедистов с правой стороны это это стадион школьный и там школа находится на этой территории мой парк находится недалеко от моего дома поэтому я еду именно в этот парк у меня горит зеленый светофор я могу ехать круто купила я вчера велосипед мой велосипед недорогой но хороший я вот на нем вчера ездила и сегодня вот катаюсь то мой велосипед вместе со всем налогом обошелся два 85 долларов к нему я купила сразу замочек чтобы можно было пристегивать чтобы его можно было бы пристегнуть к трубе если я захожу магазин он стоит где-то тоже 26 долларов потом вот ну я вчера покаталась было классно кататься но я накаталась так что у меня потом папа болела то сегодня я купила еще плюс велосипеду еще купила сидушку мягкую она пошире то она тоже где-то 20 чем-то долларов обошлось все прикрутила и обязательно чтобы снимать видео я могла и смотреть карту куда я еду то я купила держатель он стоит держатель мой стоит до двадцати долларов тоже у меня вон мой парк будет все с правой стороны если в парк заезжать машины это нужно оплатить 5 долларов но так как я заезжаю велосипедом то бесплатно потому что в этом парке велосипедная дорожка и все желающие катаются там класс несколько дней назад в этом парке я училась кататься на машине у меня уже была практика в украине я уже когда жила в украине в 2012 году я получила права сейчас я приехала в калифорнию я не могу кататься по этим правам и водить машину я должна сдать новые права будет должно быть теория а потом практика вождения то я сейчас уже чуть-чуть учу уже учу теорию должна ее сдать а потом будет у меня уже практика вождения то эти знаки я учу и в этом парке очень красиво первый день когда я приехала прилетела в америку я на первый день первый день я пошла в этот парк я смотрела тут может кто помнит видео я тут еще уточки были там с правой стороны были ослик все ходят но сейчас так как сейчас день 2 или 3 часа дня ты сейчас это люди на работе и не катаются еще все такие миленькие все такие приветливые теперь я буду ездить на велосипеде и мне будут и я буду всем говорить вот и дорожка так смотрим велосипедист едет сейчас я буду ехать поехали за ним нагнать нужно скорость чтобы его догнать подождите вчера я пока ездила на велосипеде то если подъезжает велосипедист то он говорит не лифт типа я слева чтобы ты знал и на каждой полосочке желательно чтобы был один человек и чтобы как машина что-то побежала чтоб как машина ехала одна полоса одна машина и друг за дружкой класс как здесь красиво здесь я шла сейчас я еду вчера я каталась в другом парке сегодня я в этом парке катаюсь я еще так не научилась ничего я научусь у меня велик появился теперь я буду чаще ездить когда я жила в украине я часто ездила на велосипеде так поехала я вот я сейчас еду иногда на какое-то расстояние есть если длинное расстояние то не знаю через сколько миль но есть такой колбокс желтая коробочка колбокс называется если тебе случай что-то произошло или ты едешь и видишь что человеку плохо ты можешь открыть эту коробочку там сразу трубка ты только берешь телефон и ты попадаешь в колл-центр и тебе сразу говорят здравствуйте чем можем помочь и ты говоришь например человеку плохо срочно вызвать скорую помощь или если тебе плохо ты уже не успею не можешь доехать просишь такси вызвать ну если скорая помощь то это бесплатно а если там уже услуги какие то то конечно это все платно ой какая здесь красота людей сейчас немного поэтому по моей линии я еду одна не догнала я того мужчину который передо мной ехал о парковка вот и колбокс с левой стороны с левой стороны написано колбокс синеньким и желтенькая коробочка если дорога налево но то не то то не туда вот это цивилизованная дорога для велосипедистов кататься очень полезно кататься и очень хорошо если вы катаетесь с друзьями потому что если вы ездите с друзьями вы говорите то это очень хорошо для вашего организма потому что ваши легкие раскрываются и они приспосабливаются ой дорожка класса разгон скорость какая Класс! У нас вчера была круче дорога, я вчера была в другом парке и там такая гора была, очень узкая дорожка и вообще такие спуски были, но я спокойно поднималась наверх, наверху Сейчас я подъезжаю к перекрестку, но мы в приоритете велосипедисты, поэтому если машина едет, она должна нам уступать дорогу, так по сторонам нет дороги, поехали дальше. Сейчас я заезжаю на мост и там разрешено лимит 20 тонн, не больше, ох мостик, сзади меня никого нет, никто меня не догнал, ох красота, легкие расширяются как, устаю как-то. Вот такой, с правой стороны такой заезд, если много велосипедиста и ты устал, то что бы ты ни тормозил, то такой заездик, чтобы отдохнуть. как хорошо, класс. Вот я остановилась, чтобы показать какой красивый вид, очень быстрое течение в этой реке тебя просто уносит. вот тут очень прозрачная чистая вода, видно, что на дне, но тут глубина такая, нормальная, думаю метра два, но видно все равно. там течение очень быстрое, если прыгнешь, то тебя будет уносить, а против течения плыть как-то очень сильно устаешь. Обязательно, когда ездишь на велосипеде, нужно соблюдать правила и нормы. Обязательно ты должен ездить в шлеме. Обязательно должен ездить в шлеме, и каждый человек ездит, водитель в шлеме. И я сегодня купила себе шлем как раз под велосипед. Сейчас велосипед свой покажу. Вот мой велосипед, он стоит 20, ой, 85 долларов вместе с налогом. Вот эту штучку я купила. Это держак для моего айфона, чтобы была видна дорога. Подняла руль, потому что у нее низко было. И новое сиденье сегодня купила. Купила новое сиденье, потому что то мне сжало. Это тоже 20 чем-то долларов заплатила. Вот этот ключ, замок, который хорошо пристегивать, он 26 долларов стоит. Ну и все, вот так вот, такая красота. О, вон, плывут. Против чечения не получается. Ой, где они? Уносят их. Ну ничего, пусть плывут. Все, поехала я вон моя дорога. Я ехала оттуда. Все, поехала я дальше. Поехала развивать свои легкие, чтобы они были крепкие. Вот такая. Вот такая. Вот в моем, даже в этой штуке, защитном шлеме, тут даже есть такая от солнышка. Но в ней не очень жарко. Она хорошая, тут регулируется еще. Все, я поехала. Поехала я дальше. Приехала я на место, на отдых. Отдохнуть сначала хочу. Сейчас уже наездилась так. И вон туда сейчас буду ехать. Тут вообще белки, как, я даже не знаю, как назвать. Ну вот как коты вот ходят. Даже не боятся их. Тут куча просто. Я прям еду, а она прям стоит и смотрит на меня на дороге. Какая она милая. Я такая, Белочка, привет! Они все такие классные. А когда я была дома, во дворе, белочка тут, короче, пробегает надо мной, на этой, на ветке. И тут у нее падает орешек. И она такая тук-тук-тук и побежала дальше. Ну не остановилась, не забрала. Все, буду сейчас я ехать. Круто. Все, еду я уже. Отдохнула. Теперь я еду на такой красоте. Какой же здесь красивый вид. Деревья над дорогой. Ой, Белка опять с левой стороны. Белка, привет! Все они орешки грызут. Вон, вон еще есть. Вот она, вот она справа. Белочка, ой ты моя маленькая, хорошенькая моя. Все здесь катаются. В Украине, когда я каталась, то желательно там не кататься одной. Ну, опасно. А здесь, нет, тут нет дела до тебя. Тут все катаются сами по себе, на своей волне. Класс, мне это очень нравится. То, что я могу сама кататься, а не брать кого-то или сидеть. Привет! Сидеть, скучать, потому что кто-то из моих знакомых не может со мной поехать. Вот обезьянка мелкая. Белочки такие смешные. Я к ним уже так привыкаю. Прям роют норы. Какие они хорошие. Класс. Привет! Класс, тут такая дорога серпантиновая какая-то. Вот так вверх-вниз, вверх-вниз. Кстати, мне посоветовали скачать приложение, которое называется Strava. Это очень классное приложение для того, кто занимается спортом, например, или бег, или велосипед. И вот я ее включила, и сейчас езжу, и она мне показывает карту, сколько я миль проехала километров. Ну, оно настроено, так как я в США, то оно настроено на мили. Да, вчера я проехала где-то 11 миль, а сегодня я уже проехала 6 миль, но я сейчас еду уже. Классно. И можно просто добавлять в круги своих друзей и соревноваться на сколько каждый едет в неделю, там каждый день можно. Классно. Еду. У-ху! Класс! Сзади меня никого нет, я еду. Это хороший шлем. Класс! Все, выехала я только что со своего парка. Я еду кататься в город. Сейчас как раз мой парк, велосипедная дорожка была перпендикулярна к дороге по жилой местности уже тут. А я же здесь никогда не была. Да хочу посмотреть. Домики. О, велосипедист, который едет по дороге. Это считается как машинка, потому что он едет по велосипедной дорожке. Меня пропустили, потому что я подъехала первой дороге All-Way. Stop All-Way. Класс! Какие домики красивые. Ух ты! Как красиво! Ух ты! Какая ёлка с левой стороны. Ух ты! Тут даже оно не такое, как даже там, где я живу. Тут дома даже все другие. Класс! Вот тут все даже дома другие. Вот так я вам лучше покажу. Пальма. Ух ты! Какие красивые. Прям во дворах. Дворы все такие. Сильно богатенькие, наверное, здесь живут. Забор и береза. Класс! Ух ты! Класс! Тут такой огромный и такой забор мощный. Пальма прямо во дворах. Класс! 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 Как здорово! Вот эта дорожка, это моя велосипедная называется. Я и здесь могу остановиться. А стоять могу. Упс! Круто! Круто! Класс! Круто! Мне здесь нравится. Тут очень красиво.